Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вспомним как в прошлой игре Doom очень хорошо заходил Очень хорошо Даже когда Марта собрала ленку На ней все равно лежал Doom Также спасибо Зрителям которые Остались до третьей игры Я думаю таких мало Я много раз замечал Что такие видосы Турнировых игр Когда-то меньше набирают просмотров Честно Для сравнения Того же Versuta Я смотрел на его канале Обычный видос Одна минутная, двухминутная У него 30 тысяч просмотров 30 тысяч А вот такая вот турнирная игра Какая-нибудь 2000 просмотров Видите какая разница огромная Но Это не значит Что таких видео Не должно быть Значит просто люди Не все понимают Вообще Для чего это делается Что это очень полезно Смотреть такие игры Получать огромный опыт Учиться на чужих ошибках Так Хэр думает Видно что парни Хотят победить У нас было две Очень интересные игры Я сейчас стараюсь Говорить тихо Потому что у меня уже 5 в 5 утра У нас было две Очень интересные игры Первую игру Выиграли Эмпайр Да В принципе Они выиграли То есть с легкостью Я могу сказать Вторую игру Выиграли Хэр Тоже полностью С легкостью Вот Вот Сейчас будет Да Решающая игра И мы увидим Кто реально На скилле Можно сказать Что Первую игру Повезло Эмпайр Вторую игру Повезло Хэр А кто Будет в итоге Победителем Вот в чем вопрос Хэр Пикает Раззор И банит Аппарата Вот Эти герои У нас Постоянно В бане Аппарата Все ненавидят Опять Дров Рейнджер Банят Оу Я наверное Пока Тогда перекушу Пока Они будут Пикать Вы тоже Перекусите Приятного вам Аппетита Просто Расслабьтесь И получайте Удовольствие Баны Абсолютно Идентичные Только Никогда Не помню Что прям Сто процента Идентичные Были Так Я тут Немножко Покушаю Немножечко Совсем Хэр Короче Забанили Гирокоптеры Опять Эмпайр Забанили Чена Покушаю Покушаю Так Пока Я не пикую Я пока Немножечко Перекушу Немножечко Совсем Где-то Я уже видел Этого героя Тоже Стандартный Рубик Стандартный Дум Пак Рубик Венга Помните Прошлую игру Баннере Разора Вот почему Баннере Да Все-таки Его пикают Ну это Связка Дазл Плюс Разор Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Поэтому Кто бы не выиграл Мы будем Болеть за нее В конечном итоге Но сейчас Именно Я бы хотел Конечно Чтобы выиграли Эмпайр Потому что Реально Я Не знаю Чувствую Их потенциал С другой стороны ХР Это уже Интересная Тима То есть Я первые игры Увидел Сегодня Их НИИ Их Их Игры Короче Тем более Там играет Дредд Тоже Очень давно За ним наблюдаю Посмотрим В любом случае Должен Выиграть Сильнейший Эмпайр Очень долго Думает Да В прошлой игре Тоже Был Огрмак Он там Практически Ничего не сделал Ну Хотя Нормально Вот Связка Это Разор Плюс Долж Довольно Хорошая Связка О В Бурион О Господи Да Хэр Решили По очень Жесткому И взяли Пушера Очень Жесткого Топового Пушера Теперь Его Нужно Будет Вылавливать Сейчас По любому Эмпайр Будет Пикать Хэрри Забан Забан Забанили Кинга Забанили И ждем Бан От Хэр Шторм Шторм В любом случае мы будем рады любой команде, которая победит из этих двух. О, Медуза, интересный вариант, интересный. Медузочка. Слушай, и Хэйр, и Эмпайр довольно интересные тимы, то есть мне будет одинаково интересно наблюдать дальше за обеими командами. Медуза, чем же ответят Хэйр на Медузу? Может Антимуга? О, Леконтров. А почему не Антимага? А чё? Антимаг мог зайти в стати. Он и Медузу хорошо убивает. И сжигает ей ману. Ну посмотрим, что у них из этого получится. Не забывайте, что Леконтров это не СФ. Ладно, поехали. Йоки играет за Дума, Алвей играет за Огрмак, Резолюшн играет за Пак, Алоха играет за Рубика, Сайлант играет за Медуз. Горец играет за Фуриона. Вот он уже Фурион бегает. Потом Гуд играет за Дазла, Артес играет за Люкана, Дредд играет за Вингу и Афония играет за Розора. Вот такие у нас пироги, да? На топе у нас будет Репла за команду ХР. Хотя не факт, сейчас посмотрим. Всё, давайте подготовимся. Всё, начинаем смотреть игру. Начинаем любоваться. Так, в первую очередь сейчас будет Война за Руну. Скоро появится Баунти Руна с двух сторон, которая имеет Х2 действия от обычной Баунти. То есть двойной эффект. Поэтому за эту Руну нужно повоевать. Так, 9 секунд остаётся. Ну, они уже выиграли эту Руну. Здесь чаще всего выиграет количество людей на этой Руне. Так, ну что ж, начинаем. Открываем сразу статистику. Вначале смотрим, добито, отнято. Поехали. Фурион. Фурион потихонечку разведывает вражеский лес. Видите, он начинает блочить спаум. Смотрите. Сейчас будет 30 секунда и не будет спаума. Неплохая задумка. Но вопрос против кого? Он блочит спаум просто так, смотрите. Бессмысленно. То есть в лесу никого нету. Вот мы видим, что за Эмпайр на лёгком лане стоит Трипла. В Харде стоит Соло Дум. И на Меду стоит Пак. У Хэйр на лёгком лане стоит Люкантроп. С Даззом Даззл делает отводы и сейвит Люкантропа. На Меду стоит Разор. В Харде стоит у них Фурион. Также здесь и Венга. То есть у Хэйр на лёгком лане стоит Трипла. Они шугают Дума. Дума тяжело бы стоять. Так. И поехали паузу ставить. Смотрим на Крипстат. 6-2 у Пака. Так, это Эмпайр, да? И 6-2 у Люкантропа. Видите, пишет go through. Ну, он срал просто. Вот пишет go. Так, спалили вард. Видимо мигают. Да, нужно не пропустить ФБ. Самое главное, как профессионал. Я должен это увидеть. У нас первое место продолжает Пак. Занимайте потихонечку в фарме. Так. Проседает Фурион. Пытались убить Трипло и Фуриона, но не шмагли. Не шмагли. В лесу Даззл Соло почти убил Дума. Дум убьют по лицу. Дум живой. Подобрал урона на халяву. Пока все спокойно. Наверху фармит Люкантроп. Ну, это помним прошлую игру. Люкантроп собрал много артов, да? Много. Но он не затащил. Не затащил. СФ оказался сильнее. Даже тот СФ, который купил Маднес. Так, что у нас здесь? У Эмпайров, да? У них Медуза фрифарме. Скорее всего, это будет Медуза через второй скилл и плюсы. В принципе, тоже не супер новая прям раскачка. То есть, просто тупо змейка. Плюсы змейка, плюсы змейка, плюсы. Так. Наверху мы видим полный фрифарм. Ой, как Дум проседает. Дум проседает в лесу. У Эмпайра, кстати, довольно хороший пик. Мне он нравится. У них Дум есть великолепный герой. Топовый. Ой, как больно. Так. Раззора, возможно, да, его должны. Нет. Его не убили. Убили Огра. Видели, да? Здесь, да. Даззл, конечно, зарешал. Ну, я же говорил. Связка Даззл плюс Раззор. Всю игру так будет. Даззл бегает, подхиливает. Зато у нас Медуза полный фрифарм. Занимает второе место по Крепстату. Первое место Люконтроп. Нет, полный фрифарм это вот здесь у Люконтропа. Всем вообще классно него. Конечно, Медуза будет посильнее Люконтропа. Нафармленное это без вариантов. Так, Медузу почти убили пинки соло. Наверху у нас все нормально? Да, все спокойно. Вообще, никого там нет. Зачем-то он всю игру мигает на вард. А, он, наверное, мигает, что заблочен спауном. Понятно. То есть, он не просто на вард, а на блок спаунами мигает. Так, что у нас здесь? Здесь все нормально, проседает у нас все. Ну что ж, начинают ХР сносить вышку. Никто дефать не и делает всем просто классно. Может быть, Эмпайр просто забыли про топ? К-0-1 в пользу ХР. Вот они сейчас все делают ТП. А, Люконтроп даже не стесняется. Идет под следующий товар. Так, сколько там человек смотрит? 42 тысячи. Нормально. Нормально. Так, Фурио начинает наглеть. Какие там у него пеньки? Обычные пеньки. И у нас здесь фармит Люкан. В говно просто фармит, обошел. Медуза всех обошел. Смотрим по общей ценности. Первое место Люконтроп. Могут быть... Нет, не могут быть. Проблема у Рубика будет. Пока Рубик. Пиши письма там, звони. Смотрите. ХР, в принципе, идут уверенно. Тут, возможно, значит, первая игра это все-таки была просто ошибка. Повезло, да? Эмпайра, что они выиграют. Все-таки, видимо, ХР действительно сильная тима. Мы посмотрим, конечно, во время игры это. Я уже, в принципе, вижу, что молодцы, да. Хотя здесь есть Дум, здесь есть Медуза. То есть здесь тоже сделали вклад в победу. Хорошие литовики, очень сильные. Так, я думал, кого-то убивает. Олгар поставил вард. Он сначала думал сова убить Рошана, потом передумал. Идутов фарминг. Давайте глянем, какие у нас есть итемы на эту минуту. Хотя там какие итемы на седьмая минута. Думал, у него есть тапок зеленый. Транквилы. Так, тихо-тихо-тихо. Нормально. Огрмага. У Огрмага вообще ничего нету. О, пока. Есть боты почти ПТ. Так, тихо-осторожно, смотрим. У Медузы у нее фризулечка есть. Фризуля. Опа, ну-ка, Форион, давай, давай, до свидания. Медуза ультанула, но она... Что делает Медуза? Что она делает? Медуза просто такой трэш делала. Так, погибла Медуза. Почему-то Медуза ультанула. И пять раз она почему-то вот так вот бегала. Раз. Как там нарисовать? Вот, раз. Два. Три. Четыре. Хотя, ты определись, или ты уходишь и делаешь телепортацию, или ты просто идешь на базу. То есть, нам было тогда вот так уже идти вниз, правильно? Вот так. Она почему-то туда вбок шла, ну ладно. Ага. 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 Убили Бака. Убили Огр. Убили Вингу. Убили Рубика. Короче, все очень печально. Убивают. Почти убили. Дум пытается стопить, да? Но у него кое-какая проблема. Не, смотрите, Дум пока живой. Так, ладно, все. Рубик, в принципе, засейвил. Молодец. Просто они должны молиться на Рубика. Рубик спас двоих. Двоих спас. То есть, они могли убить и этого, и Дума, и Медузу. Счет 2-6. Вы понимаете? Да? Это вам не шутки. Это говорит о том, что, в принципе, ХР чувствует себя уверенно довольно. И первая игра, видимо, реально это была просто ошибка, разминка. Так, Дазла подобрал руну, повешал крест и пошел домой. О, давай, давай, давай. Нет. Ха-ха. Почти, почти убил. Так, на виду у нас Огр. Пытаются они триплоя выловить Раззора. Смотрим по общей ценности. 5400 у Ликантропы. От него остается на 800 голды Раззор. Так, где замес? На Меду хотят замес сделать? Нет. Пушат лайн, сносят овер. Так, давайте перейдем по до битвы отнято. 71 крип. Первое место по фарму у Ликантропа. Что-то здесь вообще, ХР просто говно выносят. Так, забрали вышку на Меду. Заюзали смог и пошли. Куда же они пошли? Может быть к тебе, мой друг? Обижает нашего Равшана. Видите, как жестко играет парни? Очень жестко. На! 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 На, подлец! На! На! Все, нету больше Равшана. Подбирает. Подбирает. Егил Салюкан. Тела у Эмпайр полная жопа. Ну что ж, побежали быстренько. Пробежимся по статистике. Разница в опыте больше 3000. В голде почти 4000. Добито мы видим. Первое место Медуза вышла. Это очень хорошо для Медузы. Она вообще топ в фарме. Второе место Люкан и Розор. Потом по статистике 2-0 у Розора. Смотрим на карту. 2-1 у Венги. И 1-1 у Фуриона. Так, теперь давайте быстренько пробежимся по итемам. Так, вверху. Смотрите, ей вообще посрать, как я понял, да? Ну пускай сносит потихонечку. Это даже не ей посрать, а им посрать. Что у них на топе Медуза фрифармит. Пытается снести они низ. Так, сделал ТП домой Рубик. Очень медленно, медленно, часовой ТП. Люблю такое. Эх, ладно. На Меду фрифармит Люкан, на топе фрифармит Медуза. У Дума у него есть Медас, есть Транквилы. У Огра, так, подождите. У Огра только Тапок и Ворды. У Пака Тапок, ну, Талисман. Так, тихо, сейчас будет замес, чувствую я. Начинает пушить, сносит овер. Видите, какой плюс от игры Люкан плюс Фурион, да? А второй скилл Люкана работает на крипов тоже. То же самое, когда пикают Люкана плюс Брутмазер. Это вообще такая жесть. Офигеть, как ее быстро убили. Убивают Медузу. Продамажили Рубика с Паком. Поэтому Люкан плюс Брутмазер там, или Фурион. Отличная вообще связка, запомните ее, для пуша. Люкан может всю игру стоять в лесу, второй скилл кидать. А Фурион или Энигм будет пушить. Так, дальше идем по итемам. Идем, так. Так, у Пака пока затишье, да? Да, пока затишье. О, они пошли на топ, мы видим. Ганганунь хотят. Там никого нет. У них этого не вышло. Все, забирают ХР вышку на Меду. Очередной Товар. Идем дальше по итемам. У Рубика ничего нету. У Медузы. У нее фрезы и линка. Она какой-то вообще странно так собирает линку. Все, спалили Дума. Дум ушел. Молодец, зумница. Как я понял, Медуза собирает линку через рецепт. Потом будет собирать персик. Очень странно. Очень странно. Дальше у нас идет Фурион. Да, это фрезы, Медас. И он собирает Некрономика. Забрали очередную вышку. Там разница в голоде просто вообще все больше и больше. Больше 5к. Заюзали Смог. Побегут в лес. И, видимо... Ага. Да, видимо, или Дума спалят, или кого-то другого. Нет, передумали. Просто так заюзали Смог. Цена Медуза ушла. Смотрим дальше. У Даза есть урна. У Люкана есть... Владмир и Аегис, кстати. Да, надо не забывать, что у них есть Аегис. У Винги медалька. Ну да, стандартная все медаль. И Раззор собирает Аганем. Пока начинается такая пассивная дота, просто все начинают формить. Типа, давайте посмотрим, кто в фарме будет лучше тащить. Вот мы видим, покупает итем потихонечку. Пак покупает даггер. Хороший итем для пака, чтобы инициировать. Волк. Волк бегает за паком. Воу. Разведывает территорию. Мы видим, что Эликонтроп вообще наглая шкура. Бегает прям бородами. Так, все Эликонтроп. Нет. Ушел Огр. И Эликонтроп потерял ульту. Наверху у нас замес происходит. Вылавливает Медузу. Медуза юзает топорик, скорее всего. Да. Медуза купила топорик против Ориона, но ей очень больно. Видимо, она сдохнет. Видимо, Медуза сдохнет. Да, Медуза сдохнет. Так. У нас вылавливают Люконтропа. Люконтропа. Люконтроп. Хочется говоря, Люкан. Его добьют? Нет. Люконтроп не умирает. Да, его убили. Его не добили. Его убили. Это хорошо для Эмпайр. Так. Умирает у нас Дазл. О, поехали раскидывать. Умирает у нас Рубик. Всё. Всё. Размена у нас была 2 в 2. От этой драки получили профит от Риги Роя. Фурион получил профит. И Винга. Разорвал вообще какую-то кучку какашки. Видите, такая кучка говнеца такая. 60 монет получил. Мог даже не подходить, просто стоять на базе. И там за это время бы столько накапало. Так, тактичная пауза. Наверное, хотят ввести читы. Всё. Мы видим по Крипстату первое место Медузы. Вообще, для Медузы это честь, когда говорят, первое место для нее. Потому что Медузы, самое главное, что это фарм. Это очень много фарма. Но если Медуза нафармлена, это машина смерти. Здесь каким-то образом оказался Фурион. Ушел Огр. Бегут они за Думом. У Дума есть Даггер. Огр. Давайте я включу общую ценность. О, извиняюсь. Так. Два героя на первых местах за ХР. Это плохо для Эмпайр. Давайте быстренько глянем итемы. У Дума есть Даггер. Медас. У Огра есть Транквилы. Так, тихо-тихо смотрим. Вард поставил беспаленный. Такой вард. Ломай, ломай. Был вард, нет варда. Возможно будет замес, возможно нет. Парни ждут Равшана. Потом дальше у нас Огр, так и сказал. У Пака Даггер. Все то же самое, короче говоря. У Рубика то же самое. Вот. Наша Дива. Смотрите, Медуза купила Линку. Это вообще шикарный арт для Медузы. Просто шикарнейший арт. Я уже говорил почему. Потому что он взаимодействует с ее скиллами. В частности это хороший великолепный реген. И плюс блок одного заклинания. Тоже хорошо. Скоро появится Рошан. Так, ХР потихонечку пушит Тинс. Тем более у них есть Фурион пушер топовый. Какие-то активные передвижения по карте пошли. Медуза перешла на нижний лайн. У нее все хорошо. Так, ей мигает Пак. Все, забираю скорее всего Рубик. Рубика сейчас убьют. Хотя, смотрите. Она... Нет. Рубика убили. Лол. Рубика, к сожалению, убили. Но мне интересно, сможет ли что-нибудь сделать Медуза, которая не может вызвать курицу. А, так ей еще дофига фармить. Ну посмотрим, что получится. Это только первый итем. Но уже хороший итем. Который увеличивает ее выживаемость на много раз. Все, появляется Равшан. И сейчас будет Хэр пробовать его убить. Так, что у нас дальше по итемам? О! Так, тихо, сейчас. Все, пока драки нету. У Фуриона, да, у него Медаз, Фрезы и Некрономикон. У Дазова просто есть урна. У Лукантроп. Ух ты, смотрите. Два Некрономикон в Тиме. Но это очень жесткий пуш, но очень жесткий. У Лукантропа у него есть Владмир и Некрономикон. Так, самое главное ничего не пропустить. Дальше у нас Минга. Форстав появился у нее. Что, Гангу будет? Кстати, по-моему еще ни одного Дума не было. Первый Дум. Так, внизу там целая Рава собрана. Я честно уже начинаю засыпать, честно. Не потому что игра скучно, а потому что у меня аж просто режим тоже. Я там работаю, а сейчас уже в шесть утра. Ну, пять утра, короче. Но все равно будем держаться, будем до конца играть. Но вы... Так, вы если что не зритесь. Типа я начинаю засыпать. Нормально, давайте. Все, нормально. Прорвемся. У них есть два Некрономикона. Все, они все просто будут пушить. Смотрите, да? Ну, я думаю, здесь уже понятно, что ХР реально что-то знают. Они знают, что это в доте. Вы видите, да? Хороший пик у них, хороший итем. Все, что нужно, все сделали. А, так Розор собрал еще и Аганю. Смотрите, молодец. Я уверен, что будет Розор собирать рефреш, скорее всего. Кстати, Медуза ультанула. Снесли лайн, Медуза ультанула. Может быть, нам ХР сделает подарок и покажет быструю игру? Ну, мы пойдем уже все отдыхать дальше. Все очень просто. Играет ХР против Эмпайр. Счет 4-12. Они просто зашли, когда вся эта тима была жива. Они просто зашли и снесли в говно лайн. И ушли. Огр, ты пошел домой. Где-то еще Пак умер. Или он раньше умер. Я не помню. Да, да, раньше все правильно. Не, с такой тимой тяжело будет победить. Ну, я имею в виду, с таким пиком, с такой статой. С таким положением тяжело будет победить. Они пошли на ми, смотрите, да? Давай. Первый некрономика, но еще некрономика вызывай. Вот, вторые. Вы видите это, да? О, как больно-то. О, как больно. Все, поехали разносить. Так, забирает Огра. Забирает Пака. Так, убили Люкантропа. Вот он валяется. Видите, Труп Пакал. Все, бан один. Тут, знаете, я даже не знаю, если смысл смотреть статистику, где и так понятно, что в принципе уже победитель понятен, да? Так, добито. У нас у Медузы 214 крипов. Просто, смотрите, у Эмпайр два героя первые места занимает. Это, в принципе, очень хорошо. Лучше там поставьте у них, дайте гляню. Медуза 1.3. Угу. Так, по графику, что у нас здесь? Ох, как упало, да. Как упала разница в опыте. Убили Рубика, вот вы увидели. Все, смотрите. Просто идут толпой опять. Сейчас вызовут некрономиконов. Я уже говорил, да? Что у Контропа, да, у него второй скилл работает и на призванных существ. Хороший замес. Давай, 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 давай. Убивайте кого-нибудь. Как она ультанула, вы увидели? Да как ультанула Медуза в ноль. Убивают, короче, Дума. Дум выкупается. Умирает. Нет, не умирает. Это ГГ. Пишите ГГ. Ну что ж, я вас поздравляю. Очень быстрая была игра. Эмпайр, эмпайр, эмпайр слились. Нет, Хэр молодцы. Я вам говорю, что я вначале болел за них, да? Теперь получается по факту. Давайте по факту. Значит, первая игра просто Эмпайру повезло, что они выиграли. Честно. Хэр, видимо, расслабились. Прошлая игра была просто великолепной. Они первая игру проиграли. Это все из этой тупой морды, которая собрала... Собрала, это... Вы помните, что она собрала. Вторую игру сыграли шедевр. Просто сэфы на фарме. Вот такие арты просто вынесли. Сейчас тоже сыграли абсолютно уверенно. То есть, мне понравилось, как они играют. Ххр играют. В любом случае, мы будем теперь болеть за них дальше, да? Сыграли сейчас настолько уверенно, они просто шли, когда все враги были живые, 5 живых врагов. Они все равно шли, заходили на хэкграунд, сносили просто лайн. Молодцы. Все, я поздравляю команду ХР с победой, молодцы, я очень рад. Все-таки там уже опять играет Дредд, не забываем. Очень много фанатов у Дредда, очень. Они сейчас все будут, не знаю, аплодировать, в ладоши хлопать. А вам всем спасибо за просмотр, комментируйте все три игры. Всем пока. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал. Молодец. Проверяйте. Подпишитесь на канал.